Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что ребята, давайте сегодня открывать вторую коробку, которую я нашел и смотреть, что осталось у мистера Гудмобайла после пожара. Погорело очень много телефонов, но осталось чуть-чуть то, что я успел вывезти в гараж. И то, что я успел вывезти в гараж, то и будем обозревать. Ребят, объясняю сразу. Буду доставать по чуть-чуть и проверять, потому что у меня нет ни лабораторника, ничего. Вы пишите, что не добила война, добьет Игорь. Вы, говорит, снимайте, вы, говорит, сразу проверяйте. Но не получается сразу и снимать, и проверять. Так, давайте смотреть. Тут у нас сборная солянка народа в СССР. Что Рихард присылал, что я на аукционах покупал. То, что не рабочее, я все убирал, чтобы оно мне дома не мешало. Ну, вот оно и выжило, будем так говорить. Что я не убирал, все погорело. Смотрите, какая лапушка осталась. Сони Эриксон, модель, не знаю, сейчас будем смотреть. Так, Нокия, Нокия. Ну вот, первая партия. Давайте проверять. Значит, первое, что у нас, это у нас Сони Эриксон. Видите, то, что, слава Богу, что у меня склероз. И то, что я забывал. Так, вот такая вот лапушка. Сейчас посмотрим. Называется данная модель J210, что ли. Ай, зрение вообще упало. Батарейка разряженная в ноль. Будут заряжать, искать зарядники, потому, что у меня лабораторников нету. И поэтому, как я смогу проверить, я не помню, рабочий или нет. Ну, телефон в довольно хорошем состоянии. Дальше. Дальше у нас будет вот такая вот телефона Аша. Нокия Аша. Какая здесь аккумуляторная батарея. Так, у меня под нее была былка. Сейчас попробуем. Так, телефон у нас после короткого. Включается. Нет, не короткое. Смотрите. Дисплей побит. Просит запуститься. Ну, если найду где-то донора. Телефон запустился. Если мы видим. Вон мерцает дисплей. Клавиши нажимаются. И это радует. Короче говоря, телефон ничего не выломано. Аша 200. Поэтому буду искать дисплей. И пробовать восстанавливать. Но это все в планах. Поэтому, если есть у кого-то возможность скинуть мне на карточку, в закрепленных комментариях будет номер моей карточки. И украинская, и российская. Поэтому, если есть у кого-то возможность, пожалуйста. Я против не буду, если вы поможете каналу и мистеру Гудмобайлу, для того, чтобы я дальше двигался и были интересные видосики. Так, ставьте сим-карту. Здесь у нас что? Телефон вроде включается. Ну, все отлично. Будем проверять уже сим-картами. Это у нас Nokia 6070. Русский язык присутствует на борту. Все. Будем проверять. И делать полностью обзор. Потом будете писать, какой вам проверять. Дальше телефон. Nokia. Сейчас мы сделаем пошире. Потому что зрение упало. Надо где-то взять увеличительное стекло. Так, модель. 66, да, по-моему? 2000. Сейчас проверим. Так. По-моему, здесь включается. О! Телефон включился. Клавиатура светится. Отлично. Все, Bench. Отлично. Смотрите, ребят. Телефончик включился. И это радует. Бомбочка. Ну, все. Также будем тестить, снимать обзор. Отлично. Дальше. Следующий у меня телефон Siemens. Так. Вот такой вот телефончик. BenQ Siemens. Так. Аккумулятор. Не с него. Ну, попробуем положить на пины. Попробуем включить. Так. Что-то пробует включаться. Но не хочет зверек. Хотя первые признаки жизни подал. Видите, нажимаем на кнопку. Светится. Может аккумулятор разряжен. Ну, или телефон подгулянный. Одно из двух. Дальше. Следующий у нас BenQ Siemens. Модель А70. Так. Попробуем его. Опа. Желтая подсветка. Прикол. Интересный телефончик. Опять же, надо брать сим-карту и смотреть. Это, скорее всего, телефоны залоченные. Потому что те, которые телефоны были от Rehards'а, они половину были залочки. Я их просто отправлял, потому что я не мог включить. Так. Дальше. Опа. Nokia. Прикольная моделька. Подтвердить. Прикольный телефон. У меня такой был. Убежал сразу. Я его сразу продал. Сейчас мы посмотрим. Название. Так. Nokia 7373. Смотрите. Rotator. Телегрататор. Как он там правильно называли. Обзывали. То скажете, что Mr. Good Mobile неправильно говорит. Но поправьте. Я не обижусь. Вот такая вот Nokia. И, кстати. Скорее всего, я брал ее под восстановление. Потому что побит корпус. Дальше. Вот такая Nokia C2. Так. Здесь, скорее всего, это залочка. Они были залочены, по-моему, под T-Mobile. Под который я не мог разблокировать. Прошивкой. Разблокировку мы ничего не сделаем. Если будем перепрошивать. Поэтому нужны были коды. А коды от T-Mobile. Компания закрыла в свое время. Все. Игорь остался без кодов. Да. Ну, она включается. Опять же, здесь дисплей паяны. Поэтому поменять на что-то другое не получится. Но я могу использовать его как донора. Только на какой-то телефон. Если где-то полетел дисплей. Ну, опять же, я в свое время не научился их паять. Может, время будет. Во-первых, у меня нет сейчас ни оборудования, ни времени. Просите пилить видосы. Пилю пока так. Поэтому, если есть возможность у кого-то сбросить копейку лишнюю Игорю для покупки и лабораторника, и паяльной станции, карточки внизу в описании. Вторая карточка. Пожалуйста, скидывайте. Все в описании в закрепленных. Да, это немец. Я, по-моему, показывал. Вот тут дядька на машине дальнобойщик. Потом отдельно запилим видосик по этому телефону. Дальше. 11.00, или как называлась эта шарманка. Nokia Nokia 11.00. Да. Про нее даже клип был на YouTube. Малолетки замутили. Так. И вот эти вот Nokia были с зеленым дисплеем и с голубым. Мне больше нравились с голубым. Вот эта вот подсветочка. Опять же, я их брал под восстановление. Но сейчас, не знаю, может где-то посплывают Nokia. Потому что их осталось в нормальном состоянии очень мало. Вот это я покупал на аукционе, что я вам говорю. Тут сборная солянка. Что осталось собранная по коробкам. Пробуем. Да. Он мертвый. Кто-то мне писал из ребят. Ребята, а вот в этой модели какая болячка? Потому что мне написали 1616, 1661. Что у них отваливались дорожки на дисплей. Это как? Получается, если телефон даже не роняли, отваливались дорожки? Или если роняли, отваливались дорожки? Напишите, объясните, пожалуйста, мне. Как оно лечится. Так. Ну что, попробуем вот этот. Опа, еще аккумулятор подошел. А60. Так. Ага. Что, прошивка слетела? Что, болячка этих телефонов? Да. Видите, включается. Как и тот, пытается стартануть. И ничего. Ну, получается, телефон мертвый. Так. Следующий телефон. Вот такие два Samsung. Смотрите, интересные. Один с, как он, с антенной, другой без антенны. Очень прикольно смотрится. Давайте посмотрим. Здесь я уже увидел, я в свое время ложил такие бумажки, чтобы аккумулятор не разряжался. Но он пролежал где-то года два. Сейчас посмотрим. Не сдох, прикиньте. Голубая подсветка. Было три деления. Осталось два деления на аккумуляторе. Но он включился. Прикиньте. Это бомба. Бай-бай. Бай-бай. Ну, это скорее батарея не подойдет сюда. У этого батарея разряжена в ноль. Да. Ага. Она даже по длине не подходит. Поэтому я даже не смогу ее вставить. Не, ребят. Это только надо искать аккумулятор, зарядник. Ну, что, ребят. Вот такая первая партия второй коробки с телефонами. Что, кому понравилось, ставим пальчики вверх. Ждем еще вторую часть. Ну, там, может, еще две части. Потому что не получается. Потому что очень долго я гружу мобильным интернетом. И поэтому очень долго грузятся мои видосики. И потом пишите, какой из телефонов, который включился, проверить. И отдельно запишу на него видос. Ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. У кого есть лишняя денюжка, можете скинуть в закрепленном комментарии мои карточки. Всем пока-пока.